Друзья, всем привет! Я рад вас сегодня видеть в нашей Санкт-Петербургской студии. У нас сегодня очень интересная передача, потому что сегодня мы в очередной раз будем знакомиться с реакционерами. Это... Ну, я не буду вам, наверное, говорить, чтобы вам было интереснее смотреть, но это реакционеры. Я думаю, что вы их хорошо знаете. Но давайте все-таки познакомимся с ними поближе, давайте их изучим. Итак, первый реакционер — это у нас Тара Саймон. Ничего себе! 707 тысяч подписчиков! Круто! Тара Саймон Студиос. Я вообще слышал о том, что она принимала участие в X-Factor, да, или что-то такое. Вот. И она одна из первых таких очень серьезных вокалистов, которые обратили внимание на Димаша, сделали на него реакцию. Вот. И, по-моему, даже она была в одном из фильмов. Ну, давайте все подробно рассмотрим, все изучим. Итак, ух ты, ничего себе! Веб-сайт даже есть. Так, окей. Петь, умнее, не сложнее, не тяжелее. Ага. Ну вот, Тара Саймон — это профессиональная певица, автор песен и вокальный тренер Celebrities. Да, вот и как раз то, о чем я говорил, что она стала узнаваемой после того, как вышла в финал во втором сезоне X-Factor. Она, в общем, несколько раз выступала и даже выпустила несколько синглов на iTunes. И выступала для, получается, A List Celebrities, для очень известных людей, таких как Саймон Коуэлл, Бритни Спирс, Джастин Бибер, для президента Трампа. В общем, вот так. И, кстати, на ее сайте можно получить три бесплатных секрета. Итак, давайте. Три бесплатных секрета от Тары Саймон. Так, теперь можно посмотреть три секрета. Давайте. Эй, tap the screen. Нажмите на экран, чтобы появилась Ауди. Эй, как так? Тара? Так нечестно. А вот так вот. Так вот я вижу. Number one. Первый секрет. Эй, а как посмотреть? Честно говоря, чувствую себя обманутым. Ладно, не нужны нам эти секреты. В общем, Тара, она делает вот такие вот специальные курсы, делится секретами, обучает всех. Это я так понял, что ее выпускники. Там Дженнифер Лопес. Что я себе золотую кнопку назвал? Это значит, что хороший учитель, если ученик превзошел своего учителя. Я смотрю, тут много таких, кого Тара воспитала. О, Лионель Ричи. Наш друг. Вот, это же наши друзья. Круто. Вот, в общем, у Тары Саймон такие талантливые ученики. Наверное, если бы я хотел быть певцом, я бы не отказался у нее позаниматься. Прекрасный вокальный тренер. На ютюбе у нее 707 тысяч подписчиков. Канал был открыт 15 июня 2012 года. На нем 105 миллионов просмотров. Это очень хорошо. Это очень большой результат. Давайте посмотрим самые популярные ролики. Какие у нее? Так, вокальный тренер, реакция на песню S.O.S. Это, кстати, ее первая реакция. Говорит, а я недавно тут пела. Я всегда, говорит, наушник. Наушник. Достаю. Говорит, ну, в одном надо держать наушник, а во втором, второе, она, говорит, достает. Потому что нужно слышать, что происходит вокруг. Но это ее первая реакция. Говорит, что очень хорошее произношение у Димаша. Наверное, просто она не знает то, что казахский язык и французский очень созвучны. И я уверен, что казахам очень легко дается французский язык. как женщина, когда он в начале этого песня. Ну, и удивилась то, что, как удивительно, что он поет сразу и высоко, и низко. Для нее это необычно. Говорит, поет сразу как девушка, и как мужчина. Говорит, он сто процентов. Она говорит, я уверен, что он классическую подготовку. Ладно, друзья, вы, наверное, уже видели эту реакцию не один раз. Здесь почти 4 миллиона просмотров. Это одно из самых популярных видео у нее на канале. Видео содержит, нельзя смотреть. Я хотел посмотреть, с чего все. Сентябрь, октябрь. Первая реакция была на песню S.O.S. Вторая у нее реакция на Оперу 2. Друзья, обязательно зайдите к Таре на канал. Классная реакция. Очень мне нравится. Кстати, надо на нее еще подписаться и написать комментарий. Всегда люблю ее посмотреть на то первое видео, которые были добавлены на канал. О, кстати, его тут 8 лет назад. 37 тысяч просмотров. Как Тара поет. Хорошо поет, но мне, знаете, что стало интересно. Друзья, а как же было на X-Factor у Тары? О, у нее есть год назад реакция, ее реакция на то, как она выступила на X-Factor. Это интересно. Это я. Она смотрит свое выступление на X-Factor и вот кажется немного стыдно ей. Она рассказывает, что пока мы начнем смотреть, я хочу сказать, что на монтаже взяли вопрос от другого выступающего. Изначально он звучал как «Кого бы вы хотели исключить из музыкальной индустрии?», а у Тары был вопрос «На кого бы вы хотели быть похожим в музыкальной индустрии?». Тара ответила «Кристина Агилера», и потом на монтаже склеили вопрос от другого конкурсанта, и получилось так, что она как бы звучит, как будто она хочет заменить Кристину Агилеру. И получается, что весь фильм, который был сделан X-Factor, он такой вот составной. Но это же X-Factor, что удивительно. Рассказывает немного о съемках. Друзья, очень интересное тоже видео. Она называется «Watching myself on X-Factor». «Смотрю на себя во время X-Factor». Круто рассказывает про то, что по 8 часов надо ждать иногда своей очереди, и это очень скучно. Круто рассказывает «Соби!». Соби! «Соби, масса на меня!» «Соби!». «Диа!» «Хороший б 27.». «Хороший б 6 фанат» «Поста». «Поста». «Боста». « dtam!». «Поста!» «Поста». Да, говорится, что много было монтажа, вот, подставили другие реакции на ее выступления. Круто. Да, вот так вот интересно посмотреть, какие были наши любимые реакционеры в самом начале своей музыкальной карьеры. И классно то, что она не стесняется посмотреть свои выступления, самые первые, рассказать о них. Это круто, конечно. На все, что происходит, надо смотреть позитивно, да. И, конечно, бывает негативный опыт, но его надо правильно воспринимать. Главное, не останавливаться, что я, как вижу, Тара и делает, и у нее прекрасно получается. О, вот это вот классное видео, которое я хочу вам показать. Это видео, в котором она смотрит реакцию Димаша на реакции Тары. Говорит, я на самом деле не особо парюсь по поводу знаменитостей, я с ними и так знакома. Но для меня это особое ощущение, это принять участие в фильме документальном о Димаше. Говорит, я прям закричала. Она говорит, Димаш, я тебя очень уважаю. Питер, ты из другого мира, и для меня большая честь. Говорит, Димаш скромный, умный, талантливый. Она чуть ли не плачет, ничего себе. Талантливый. Говорит, я его не знаю, я его не знаю, говорит, а очень хотелось бы познакомиться, конечно. Друзья, обязательно к Таре на канал, зайдите. Это классное видео, я вам его рекомендую посмотреть. Да, в общем, вот такая вот великолепная Тара Саймон. Очень интересный канал у нее, я ссылку оставлю, обязательно зайдите. Большой путь проделала, не останавливается, продолжает развиваться, продолжает работать. Это прекрасный пример, и классная у нее школа. Но перейдем к следующему реакционеру, которого я хотел вам показать. Зовут его Адам Мишан. Говорит, что мой канал для того, чтобы доказать вам, что необязательно рождаться с прекрасным голосом, и вы можете петь. Говорит, я разбираю разных вокалистов. Делаю такие подробные разборы, чтобы вы могли научиться петь. Отлично. 362 тысячи подписчиков у Адама. И канал его зарегистрирован в Канаде. 53 миллиона просмотров на канале. Это круто. 53 миллиона. Зарегистрирован 29 июня 2008 года. 53 миллиона, это очень серьезно. Итак, первое видео, которое будем смотреть, его невероятная трансформация за 10 лет. В этом году... Классно, то, что после большого пути проделывают такую аналитику. Сами смотрят свои ролики, смотрят свое развитие. И не боятся показывать его на своем канале. Кстати, если хотите, у нас тоже на YouTube проделан небольшой путь. Конечно, не такой, как у Адама или Тары. Но трехлетний опыт есть у нас. Если интересно, мы тоже сделаем такое видео. Может быть, посмотрим одну из наших первых передач. Сделаем такую реакцию. И сам пишет, я понимаю, что я не был хорошим в 2009 году. Но я не останавливался, говорит, потому что мне, я любил это делать. И мне становилось, пишет, в 2010 году все легче и легче. В 2011 году я начал делать камеры песен на YouTube. Первое видео, которое я загрузил на YouTube. Это уже 4 года, но я, конечно, не музыкант, но я слышу, что намного приятнее стало слушать, в отличие от 2008 года. За 4 года очень большой путь проделал. Ух ты, уже нормально звучит. Круто звучит даже. Вообще супер звучит. В 2012 году Адам мог бы уже выступать на нашей эстраде российской. Уже круто поедет. Вообще круто. В 2016 году уже очень круто стал петь. 8 лет понадобилось. Это нужно обладать особым упорством, чтобы... Но это стоит того, похоже. Круто, неудивительно, что он вокальный преподаватель. Если ты хочешь чему-то научить, ты сам должен это уметь. А если ты хочешь, например, если ты чему-то учишься, ты считаешь, что ты уже изучил предмет, теперь тебе надо кого-то научить. И таким образом, твой уровень, твои знания станут еще выше. Так что Адам красавчик. Так, ну что же, посмотрим его реакции на Димаша. Ничего себе у него тут... Я даже не знаю, сколько видео у него. Думает, что цифровой эффект. Но, видимо, это одна из первых реакций, поэтому, я думаю, что все изменится. Это не просто произошло. Это было невероятно. Говорит, это было... Это было... Что-то сумасшедшее. Невероятное. Говорит, это просто невероятно, как можно вот так перемещаться вверх-вниз, без каких-то склеек, без ошибок или резких переходов. Говорит, невероятно. Да, друзья, много реакций у Адама Мишина на песни Димаша. Обязательно зайдите к нему на канал, посмотрите. Но я хочу посмотреть одно видео, которое я нашел у него на канале. Это тоже видео, где Димаш сделал реакцию на Адама. И получается, что это реакция Адама на реакцию Димаша на реакцию Адама. Это довольно майн-боггленно. Говорит, я никогда бы не подумал, что кто-то такого калибра, как Димаш, будет смотреть мои ролики. И он там говорит, что ничего себе, как Димаш, внимательно смотрит. Смотрит, что она одна из моих реакций. Как будто я майн-боггленно с этим. Как будто он смотрит. Он не говорит о моей реакции. Он говорит немного позже. Он говорит, что он ничего не сказал про мою реакцию, но сам факт того, что Димаш смотрит мою реакцию, это невероятно. Это получается тот же самый фильм, где была Тара. Он говорит, что я не могу поверить, Димаш смотрит моё видео. Это невероятно. Друзья, я ещё раз скажу, ссылки на вокальных тренеров Тару и Адама будут в описании. Обязательно посмотрите вот эти вот классные видео с их реакциями. Они классные реакционеры. Поддержите их, пожалуйста, подпиской, вот лайком. Кстати, да, надо подписаться же. Потому что, конечно, хотелось бы, чтобы реакции на Димаша от таких вот вокальных тренеров было больше. На этом всё. Присылайте в комментариях реакционеров, на которых вы хотите, чтобы мы сделали наш обзор, с которыми хотите познакомиться поближе. Всем пока!